МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и еще и памятные места на погостах, посвященные каким-то значительным событиям или личностям самарской истории. Ну и второе. Это текущее содержание городских мест захоронений, уборка мусора, ислевшего ритуального инвентаря, спил, вывоз аварийных у упавших деревьев, ну и так далее. Вот с этим оказываются у нас очень большие проблемы, которые сейчас никак не решаются, а лишь накапливаются. Если никаких подвижек в этом направлении не будет уже в самом скором времени, то нынешний бардак и захламленность могут перерасти просто в совсем уж неприличные для нашего города формы, если оценивать ситуацию с позицией морали и духовности. Вот мы с господином Любавиным все оценили на месте. Ну если мы подготовим весь город к чемпионату мира по футболу, то соответственно и кладбища должны тоже быть подготовлены, и входные зоны должны быть подготовлены. Многие пойдут на кладбище, одни к родственникам пойдут, одни чисто случайно могут попасть, как на кладбище Сорокинах, второе, или само городское кладбище. И что они увидят? Вот они увидят, если зайдут они на кладбище городское. По внешнему облику кладбищ судят о нации, о культуре нации, о том, как мы все относимся к памяти предков и, соответственно, к самой памяти своего государства. И, соответственно, это неприемлемо, что на наших кладбищах такие входные зоны и такое сейчас, и что творится внутри. А вот эта картина, она типична для всех кладбищ? Ну я имею в виду вот это вот, что мы наблюдаем. Это типична для всех кладбищ Самары? Сейчас, да. В связи с отсутствием финансирования, это типичная картина для всех кладбищ. Договора на уборку кладбищ по состоянию на сегодняшний день в городе Самары нет. По моему мнению, перевод ответственного за департаментом городского хозяйства и экологии, за господином Коновалом, решил бы все вопросы. И никакого увеличения финансирования при этом не нужно. Потому что это профильный, заточенный под уборку департамент. Если он убирает практически весь город, что для него взять под контроль уборку кладбищ? То есть это логика, это во всех крупнейших городах такое состояние дела. Особенно такие проблемы заметны на наших старых кладбищах, заросших вот как раз старыми деревьями, где много могилок, за которыми никто уже не ухаживает. Но тем не менее и эти места должны содержаться в порядке и чистоте. Но пока все это делается через одно место. На том же городском кладбище, на партизанской, все складируется на центральной поляне. Ну и до каких пор мусор будет копиться посреди погоста. Тем более, что есть вот опасения, что даже в таком виде эти кучи не дождутся, пока их вывезут по-нормальному. Дураков-то у нас со спичками много и можно ожидать уже и ЧП городского масштаба. Нет, это ненормально, это нарушение не только этические, это нарушение и экология. Это все может когда-то и загореться и вообще это просто неприемлемо. Это первый раз ситуация впервые с 2007 года. Десять лет такой ситуации в городе не было.